Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Реальная Беларусь и сегодня мы поговорим о самых важных и актуальных новостях. Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что можно было бы отдать Российской Федерации некоторые территории Украины, ведь там действительно есть русскоговорящие. Дональду Трампу я бы сказал, что есть и в США районы, где люди почти все говорят по-русски. И это не говорит о том, что эти районы нужно отдавать России. Но дело тут не в этом. У Трампа огромный рейтинг. И вероятность того, что он может стать президентом в США, просто огромно катастрофически. Я не представляю, что будет, если Трамп заберет власть. Вчера в Народных новостях я рассказывал о том, как зарабатывают белорусы. Точнее не так. Как белорусский великий статистический комитет рассказывает о зарплатах белорусов. И там практически везде было полторы тысячи. Реальная заработная плата от белорусов. Расчетный лист специально для вас. 400 рублей на максах. Так сказать, почему бы и нет. Вот это реальная зарплата белорусов. Полторы тысячи он мечтает получить. Ну а теперь немного о Лукашенко. И о том столбе, на котором он будет висеть. Лукашенко, конечно, будет висеть на столбе. В Беларуси есть смертная... И этот... Ее заслуживает. У него руки... Ну не знаю по что. По самый последний его посинелый палец, которым он схватился за это кресло. В крови. В крови белорусов, в крови украинцев. Кровавый. Он такой типа клоун, да? Но не клоун. Он кровавый. Это убийца, который должен нести ответственность. И смертная казнь, это его мера ответственности. И он будет висеть на столбе и покачиваться. Еще будут только белорусы с украинцами выяснять, кто его первый зацепит на крюк. Но я еще хочу что сказать. И здесь уже обратиться к украинской власти. Может мне кто-то объяснить? Что делает украинский посол в Нинске? После того, как из Беларуси в Украину пришла смерть. После того, как из Беларуси пришла смерть в Ирпень, Бучу, Гастове. После того, как из Беларуси каждый день в Украину летят искандеры, шахеды иранские, убивают нас, наших женщин, детей. Что делает там посол? То есть в один момент в Нинске этот *** Лукашенко говорит об украинском президенте, что украинский президент ***. В этот же момент посол Украины находится в Нинске. И решение это президента Украины. Но мне кажется, что уже давайте, ну мы, в Верховной Раде лежит проект постановления о признании Беларуси оккупированной, каковой она и есть. Лукашенко это просто гауляйтер Беларуси от Путина, наместник, которого белорусский бы народ снес 3 года назад, если бы не поддержка Путина. Это такое у них тирания на двоих. И они вот так и держатся, такой двуглавый тиран. Только так он удержался. И все, разрыв отношений с Беларусью, отзыв посла, прекращение вообще любых контактов с этими негодяями, введение всех необходимых санкций против Лукашенко, всего его окружения, всей этой банды. Вот единственная реакция. И, конечно же, нам нужно помогать белорусским добровольцам, полк Калиновского, другие подразделения, которые потом будут освобождать Беларусь от этого ***. Окупанты в Мариуполе устроили очередную показуху для женщин, которым очень сильно все понравилось. Ну как, настроение праздничное у вас, девушки? Очень праздничное. Спасибо огромное. А при Украине отмечали 8 марта? Нет. Когда так? Я бы тут вообще целый ролик посвятил данному выпуску, так как меня там в принципе все раздражает от того, что они заявляют и до того, как они это преподносят. Ну и, конечно же, хотелось им создать этот праздник для нас, чтобы немножечко отвлеклись от бытовых проблем, от суеты, ну и немножечко порадовать их. Они все благодарят, все очень рады, довольны. Ну, знаете, люди отвлечься от бытовых дел хотят во время войны. А кто проблемы эти бытовые подкинул этим самым людям? Никто мне не ответит. Помните енота, которого украли в Херсоне? Так вот, оккупанты продолжают над ним издеваться и тягают им. Причем, как видно, что он, в общем-то, не особо доволен. Кстати, многие мои знакомые писали мне, что енот в порядке и в России за ним позаботятся. Позаботимся. Российским матерям, которые потеряли своих детей на военной операции в Путинстане, продолжают вручать то цветы, микроволновки, носки, шубы потом, которые отбирают, ну и так далее. И, знаете, власть-то я, в принципе, понимаю. Они делают все, чтобы хоть как-то отчитаться, что они хоть что-то делают. Вопрос тут к самим матерям. Мозгов у них нет? Или как это по-другому объяснить? Принимать вот это от этих, вместо сына, это, по-моему, кринж. Добро пожаловать в Беларусь. 18 латвийских туристов задержали в Беларуси. Граждан Латвии обвинили в различных нарушениях закона. Напомним, поляки, литовцы и латвийцы могут посещать Беларусь без виз, так как Лукашенко готов всех принимать. Также Лукашенко делает из теми, кого просит в Беларусь. Вы приезжайте, белорусы, в Беларусь, и мы вас обязательно посадим. Ведь диктатор неадекватен. Он обещал отомстить, и он будет делать все, чтобы отомстить. Сначала он пригласил европейских соседей в Беларусь. Они приехали и их арестовали. Ну а тем временем Литва вернула в Беларусь 30 вагонов Лукойла. Несколько вагонов еще на границе застряли, но суть в том, что диктатор получил свое. Пытался обойти санкции, не получилось, вернули обратно. Я не знаю, какие там юридические схемы, но как мне кажется, диктатору нужно было вернуть совсем другое. Но пока так. Российская пропаганда пробивает дно. На видео слова украинского военного. В общем, он говорит одно, они переводят совершенно другое. Причем говорят о том, что он там никого жалеть не будет, и пускай крымчане чуть ли не мышей едят. То есть они ни о чем не думают. То есть они не думают, что кто-то полезет искать исходник видео. Просто переводят так, как им удобно, и выдают как истину последней инстанции. Нарушая все мыслимые и немыслимые законы. Хотя в это самое время в России садят людей, которые не согласны с войной. Вдумайтесь, да? Евросоюз отменил санкции против матери Пригожина. В общем, сказали, недостаточно оснований, чтобы ее в санкционных списках держать. И, в общем-то, Пригожин, конечно, во всем виноват, но, мать, не совсем виноват. Как вы думаете, правильно ли это было решение? С учетом того, что в Европе существует суд независимый, я думаю, что действительно фактов не хватило. Но играть в шахматы с людьми, которые постоянно меняют правила, выиграть практически невозможно. Друзья, с сегодняшнего дня мы запускаем канал Беларусь Лайв. Мы проанализировали все ваши комментарии, предложения и критику. И в этот раз придем с чем-то большим, чем то, что было на нашем канале. Это три рубрики. Мы будем разваливать лукашенковскую пропаганду. Это голос народа. Это та информация, которая исходит от каждого из вас. Все это и многое другое уже сейчас на канале Беларусь Лайв. Многие писали и спрашивали, куда же ты делся со своим каналом. Я здесь. Мне нужно было проанализировать все и сделать что-то особенное. Что-то такое, что мне будет максимально нравиться. И я это сделал. Ссылку я на канал оставлю в описании. Перейдите, поддержите. Будет крайне интересно, познавательно. А самое главное, качественно. И постоянно. Вместе мы порвем лукашенковскую пропаганду и пропаганду в целом. Ссылка в описании. Жительница Кобрина купила килограмм шеи в магазине. Разрезала и увидела это. Ну, во-первых, я не знаю, что это такое. Ну, а во-вторых, ну, как бы для Беларуси это уже практически норма. Ну, а это ветер против светофора. И в этот раз проиграл светофор. В Беларуси, в принципе, постоянно проигрывает все то, что Лукашенко так или иначе делает. Ветер подул, остановки улетели. Дождь палил, дороги затопило. Ну, а тут светофора нет. Что-то мне подсказывает, что его еще недели две не будет. Жители Могилева и Липеля пытаются разгадать, какой конкретно кофе течет у них из крана. Это на самом деле не норма для нормального общества. Лукашенко потом будет требовать деньги за вот эту самую воду. Ведь, чтобы получить нормальную воду, вам нужно даже в лучшем случае сливать полчаса. Если там, где-то на другом конце, она пойдет нормально. И за все это придется заплатить. Зачем мы платим капитальный ремонт, обслуживание, налоги, чтобы получать потом вот такие подобные услуги? И я сейчас говорю за ЖКХ. А что, если говорить о дорогах, о медицине и о тому подобных вещах? За все это мы платим деньги и не получаем нормальных услуг. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, помните о политических заключенных и оставайтесь с нами. Живи Беларусь! Слава Украине! Пока!